Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы мои отдельные вам! Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке и Адамяне, а поговорить нам есть с вами о чем. Ну и так, поехали! Севка явился на планетную и даже уже не дожидается, когда Надька спросит зайчику, як ты там, як твое здоровье? Он уже сам больше все с порога начинает рассказывать, что он все-таки болен. И Надька даже сидит в ахере, потому что еще рот не успел открыть, и так и говорит, как твое здоровье? И он объясняет, что здоровье плохо. Надька, ты температуру мерил? Мерил, но температуры нет. Вот это трагедия, вот это беда. Тут только человек придумал себе очередную болячку, думал пострадать, помучаться, чтоб Надька пошустрела, побегала, поволновалась, что, кстати, крайне не полезно в ее возрасте. А когда у зайчика температура 37, Надька там параллельно теряет сознание, я не знаю, и уже готова лечь рядом с ним, либо забрать на себя все его болезни, все его тяготы и проблемы, лишь бы севки облегчить самочувствие. Так вот, здесь температуры нет, но есть другая проблема. Полностью у севки забита носоглотка. И для пущей убедительности он так и тянет, и тянет себя эти самые сопли. Я не знаю, но если ты уже не пользуешься там какими-то каплями в нос, как минимум там хьюмер, аквамарис тебе в помощь, ну промой ты свою носоглотку, да, нормально ее опорожни, опустоши и прекрати. Мало того, что мучатся сам, еще и мучат слух своих зрителей. Но вот не каждый реально готов слушать, как человек постоянно глотает, да, вот вытягивает себя и глотает собственные сопли. Ну и Надька опять-таки нашла вину. Причина вся в том, и вина, что севка бегает раздетый на балкон постоянно, а сейчас уже вечерами и ночами холодно. Надька, ты что-нибудь слышала, что детятка нужно закалять? Займись в конце концов этим. И, кстати, бегая туда-сюда, ваш ребеночек тем и занимается, что закаляется. Но и здесь, я так понимаю, Надьке надо плед в помощь, я не знаю, укутать его, как-то утеплить полностью, чтобы даже выходя на балкон в такую холодную погоду, севка не мог никакой вирусняк зацепить. Но единственное, что отвлекло севку от собственных страданий, да, и вот этих вот носоглоток и так далее, это комментарий. В этот раз его очень повеселил комментарий, что его мамка – это тигр в засранном памперсе, который, да, вот только все время умеет верещать, что, типа, не драконьте меня, проснется тигр за усы там, не теребонькайте, потому что будет беда. Где мама и где какой-то там тигр? Мама, вы уже такая полувялая, полуникакая анаконда, даже не анаконда, а вот такая какая-то, я не знаю, гадюка. Вот просто гадюка, которую уже переехали пару раз, и она уже в несознанке и не в адеквате. Вам ли заикаться и мнить себя каким-то там тигром-повелителем зверей, да, вот, диким благородным животным таким вот хищным? Где вы, а где тигр? По вашей части все-таки больше вот ползучие какие-то гады будут. Это ваш конек. Ну и, кстати, очень хлестко подметили, потому что в природе, конечно же, тигров в обосранных памперсах не бывает. И вы знаете, ребята, казалось бы, ты уже одной ногой там, да, уже вроде играла такую хорошую, такую вот несчастную, умирающую, все больше не слышала, все больше не видела. Уже бы оставалась в этом амплуа. Но нет, она как змея, да, шкуру сбросила и показала свое истинное обличие. И вот эти вопли, которые она периодически устраивает, так хочется сказать, мама, вы лучше кажетесь, когда сидите и просто помалкиваете. Заткните уже свою пасть и не открывайте ее. Мы уже отвыкли и от вашего визга в том числе. И когда вот только, да, начал вас как-то жалеть, вам сочувствовать, где-то как-то вам сострадать, что вы в такой ситуации оказались, и ваша старость это Надька, то нет. Теперь понимаешь, почему именно вы заслужили такую старость. И почему именно вы заслужили Надьку. Потому что, кстати, не просто так в нашу жизнь приходят люди. Каждый человек приходит к нам в жизнь, потому что мы его заслужили. Либо должны благодаря этому человеку, да, понести какой-то урок, сделать какой-то вывод, я не знаю, работу над ошибками и так далее. Все зависит от того, какой именно человек в нашу жизнь пришел. Но к вам приходят и вас с вами, вернее, к вам приходят разные люди. Но остается с вами до конца только одно говно, подобное вам. И вот что я здесь хочу сказать, что мамка действительно заслужила Надьку. Это ее расплата, это ее бумеранг и это ее карма. Вот они любят всегда кричать, да, вот за эти бумеранги и так далее. Вот это действительно ее расплата за все ее грехи и за ее язык. И, кстати, за подлость. Именно, ребята, за подлость, которой они все наполнены. На самом деле это такие мразотные, ничтожные люди. Вот единственное, как их можно всех охарактеризовать, это сборище ничтожеств на планетной. Ну и вернемся, конечно, к теме самого обзора. Тем временем, когда Севка ржет со своей обосранной мамки, Надька говорит Севке, что ну нельзя же с этого смеяться. Ой, да ладно, Надька, ты это внутри души вообще там ликуешь внутри себя. И с ума сходишь, да, я не знаю, фанфары, трезвонишь, салюты, фейерверки. И запускаешь, ура, мамку засрали. И, в принципе, даже не засрали, назвали по факту засранный памперс на тигре. И вот здесь я больше склоняюсь, что мамка не тигра, а именно тот самый засранный памперс. Но здесь, ребята, Севка начал новый вид игры, новую игру придумал. Теперь он рассказывает после знатикиных слов, да, что так же нельзя. Он рассказывает можно, а что она и как говорит зрителям. Поэтому можно теперь вот и мамке такое писать. Новая игра, знаете, Севка со зрителями против мамки. Потом будет Севка со зрителями против Надьки. Потом будет, да, Севка с мамкой против зрителей. И опять-таки Севка с Надькой опять-таки против зрителей. А потом они втроем и все против нас. А потом Севка с нами и против них двоих. Вы представляете, сколько я вам уже пересказала контента, который нас впереди ожидает? Сколько сценария можно разыграть? Потому что, ребята, подсказываю абсолютно, вот знаете, за бесплатно, даже не за дорого, а вот просто за бесплатно, потому что надоело смотреть один и тот же жующий какой-то сопливый вот этот бесконечный контент. Так хоть какая-то, я не знаю, новизна, какое-то разнообразие, и нам не так скучно будет за этим цирком наблюдать. Но здесь, я так понимаю, в Севке сработало то самое пресловутое чувство обостренное справедливости, о котором он ранее вещал. Вот до этого оно как-то сопело, я не знаю, либо Севка его, понимаете, вот там вот душил внутри себя и не давал проявиться, и здесь оно вылезло наружу. Вот это вот обостренное чувство справедливости, поэтому Севка теперь идет, пошел, да, идет наперекор против своей мамашки. И когда он вот так вот, типа, так заботится о зрителях, так заботится о зрителях, мне интересно, а зачем ты вообще это снял? На самом деле ты мог этого даже не демонстрировать в выступлении своей мамы, как она оскорбляет зрителей, как она перешла к проклятиям и вот этим обраткам, и что она там кому отправляет, да, и зрителей, и желает. Ты мог этого даже не сделать. И опять-таки, и дальше все бы умилялись, как маменька сидит, да, вот ничего не вижу, ничего не слышу, а Надька над ней глумится. Но нет же, ты первый моральный урод, который не забыл это смонтировать, который не забыл это снять, слить в YouTube, а теперь сидеть и пожинать плоды своей деятельности, своей работы. И теперь рассказывать, мамка сама виновата, она на зрителей наговорила, ну да, она-то наговорила, но снял это ты. И, кстати, ты-то, мамки, и прочитал, что они пишут и что о ней говорят. Это не сделала Надька, это не сделала левая тетя на улице, это не сделал, я не знаю, тот же колясик. Это сделал именно ты собственными ручками в YouTube натыкал. И после этого, знаете, такой вот типа, а это не я, а я весь в белом, а я такой вот чистенький, а мама моя отборное говнище, и говном наполнено по самую глотку гланды. И не хочу даже выше, понимаете, она уже вся в этом коконе из говна. Но Сивка нет, он не такой, он очень хороший. И сегодня он на стороне зрителей, а мамка незаслуженно их клянет и проклинает. Ну и здесь перейдем к еще одной не менее важной теме и новости, которая произошла в YouTube. Ребята, поразительно все то, что комментариев просто немерено, а лайков ничтожно мало. И вот если разобраться, зрители показали Сивке, насколько, вот как они правильно расставляют приоритеты, и насколько на самом деле у Сивки много на канале адекватных, думающих и умных людей. И насколько меньше на самом деле у него на канале собрано его лизоблюдок и кур. Потому что все больше и больше у людей открываются глаза, что за вот этой личиной, да, от этого полудурашного придурка, прыгающего, типа такого простого-простого парня, которого типа нужно жалеть, потому что у него такая неадекватная мама. Нет, за этим всем скрывается очень хитрый, матерый, ничтожный жучарок, который любыми способами думает, как заработать. И не такой он простой и хороший, коим хочет казаться. И у людей открываются на него глаза. Потому что действительно очень многим людям стало обидно и жалко эту Зину. Потому что, возможно, понимаете, если бы это был соперник, ему подстать. Потому что всегда говорят, да, если ты уже начинаешь с кем-то войну, то хотя бы выбери достойного противника, достойного соперника, который сможет дать тебе какой-то отпор. Но когда ты трогаешь женщину, которая морально намного слабее тебя, одинокую женщину, за которую некому постоять, некому заступиться. Потому что, возможно, если бы Зины был сын, если бы Зины был жив ее покойный муж. Они бы вышли и севку, знаете, так, или зять, например, у Зины был. Они бы его стряхнули, колыхнули. Может, просто бы подошли и сказали, не смей оскорблять там нашу маму, мою жену и так далее. А когда этот человек один и защиты ей ждать нет кого, тот человек, который никогда не сможет дать тебе даже словесный отпор, человек, который годится тебе просто хорошо в маму, человек, который на самом деле от чистого сердца сделал вам очень много хорошего. И вот то, как ты с ней обращаешься, зрители показали, что благодаря Зине у них начали открываться на тебя глаза. Как это омерзительно и ужасно все происходит. Потому что комментариев, ребята, поздравляющих Зину с днем рождения, на самом деле немерено на канале. То есть я открыла специально. Вот посмотреть, что люди пишут в комментариях по поводу Зины. Это тот редкий случай, когда вот я прям, понимаете, потратила, наверное, минут 30 своего времени или стала, мониторила эти комментарии. И я увидела действительно, как у людей, вот понимаете, отголоски за Зину и сколько людей ее на самом деле поздравляют. Сколько людей тычут мамки, Надьки, Севки, что нельзя было с этой женщиной таким образом поступать. И уж тем более ее засирать. Знаете, вот расставаться тоже нужно уметь красиво. Расставаться тоже нужно уметь людьми и помнить добро, которое вам когда-то сделали. А здесь вот эта сущая, знаете, какая-то неблагодарность, вот эта грязь, вот это дерьмо и прорвало Адамянов. Вот чем они наполнены, да, вот эта дамба, я не знаю, рванула и потекло. Просто рванула вот эта нечисть, которая в них береглась, скапливалась и накапливалась. И, конечно же, Надька. И вот, что я хочу сказать. Комментариев в поддержку Зины более 2700. Это говорит о многом на самом деле на канале Севки. И лайков против такого количества комментариев всего лишь 1700. И делайте выводы, кого на самом деле больше. Комментарии показали, что думающих людей. И людей, которые понимают, какое ничтожество Адамян и его ли заблюдки. Мамка, Надька, да, вот все они намного больше, чем тех куколок, которые его поддерживают. Потому что, ребята, во что он превратил поздравление Зины, это, знаете, это действительно вот какой-то озлобленный на весь мир карлик, ненавидящий людей, убогий какой-то, вот понимаете, дерьмовый. Я даже не знаю, какие подобрать слова, чтобы эту мразь как-то описать. Он дождался момента, чтобы, знаете, ударить Зину больно, ударить Зину побольней. Потому что в этом ролике настолько все красиво начиналось, понимаете. Вот действительно, я прям умилилась, когда Севка начала узнавать, что сегодня же у Зины день рождения. И Надька подтвердила, и мамка, думаю, ого, неужели не решили с ней примириться. И сейчас будет красивый жест. Севка там, я не знаю, пойдет, да, какие-то покаваны жиротвы купит, какие-то там цветочки Надежде, ой, Зинаиде, да, приобретет. И пойдут ее поздравить. И, ребята, я не фанат Зины. Зина прекрасно знала, кто мама. Зина прекрасно знала, кто Самвел, потому что видела, да, их на Ютубе. Возможно, человек хотел о них думать лучше, чем они есть на самом деле. Ну, вот, знаете, идеализировал людей, потому что многие из нас этим страдают, идеализация людей. Мы многие, да, судим по себе. И вот в этой ситуации, да, я думала, что сейчас вот начнется что-то интересное, да, и вот толпа пойдет к одному человеку на какое-то примирение, осознавая, что, опять-таки, это одинокий человек. Но нет то, что произошло дальше. У меня, ребята, волосы просто стали дыбом, и я была ошарашена. Но хуже всего, это именно вот эта мразь, которая этот ролик сделала, да, вот дождалась, как бы ударить и хлестнуть Зину посильней, разоблачила, типа, ее, и слила в этот же день, в день человека дня рождения, да, и просто попытался его засрать. Но это чудо, что зрители не дали ему возможность это сделать. Вот, знаете, хотел отомстить, типа, я буду мстить, и мстя моя страшна. И сделал это именно в день, когда человека был праздник. И начнется такое благородное, он мне пожелал здоровья, да, пожелал всего самого хорошего. И вот эта Надькина фальшка, да, и мы поздравляем, бляха-муха, ребята, я прошу за свой, понимаете, французский, но просто иногда не выдерживаю. Ты конченная мразота, человек, который засирал эту Зину, как только мог, рвал и метал, грозился ее на протяжении уже более чем месяца разоблачить, рассказывать, что вы знаете о Зине, что если бы об этом узнали все, то люди бы не считали ее такой белой и пушистой. Ты только и ждала момента, чтобы слить эту Зину, и тут тебе ничтожество второе. Хватает совести желать всего самого наилучшего. Ребята, это такая фальшь. Если, например, у меня с кем-то контра, но даже контра это громко сказано, если я просто не воспринимаю человека, я никогда не буду ли заблюдить, я никогда не буду фальшивить и разыгрывать из себя той, кем я не являюсь, я не буду в жизни там идти на какие-то поклоны, на какие-то вот эти вот, да, с днем рождения. Зачем? Мало того, да, зачем ты это делаешь настолько фальшиво и неискренне? Ну и мамка тем в тот момент, ребята, растянулась такой, знаете, омерзительной улыбки, ухмылки, вот такой, знаете, полной ненависти, отвращения, даже какой-то брезгливости и настолько, вот знаете, фальшиво, типа, ну да, ну да, и мы поздравляем. Я понимаю, как страшны эти люди. На самом деле, вот Зина, это урок и колокольчик для всех, что с такими людьми не то, чтобы связываться нельзя. От них нужно бежать, как от прокаженных. Вот знаете, это люди, которым ты можешь прикоснуться и не просто заляпаться говном, а вот с ними, я не знаю, занырнуть в это говно и не факт, что ты с этого говна когда-нибудь просто вынырнешь и когда-нибудь его с себя смоешь. Вот такой слой на тебе налипнет. И вот это мамкино, ага, ага, и мне интересно, мамка, а чем же Зина заслужила вот такое ваше отношение? Не Зина ли вам заносила жопу на поворотах? Не Зина ли мыла вам пальчики? Когда не каждый далеко, ваши бы грибковые вот эти ногти по факту залез. Я бы, возможно, даже прикоснуться к вам просто, побрезговала, видя, в каком состоянии находятся ваши ноги и руки. Этот человек, который не брезговал ничем и старался вам помочь и старался с вами дружить. Так чем она это заслужила? Якобы темой денег, но, по-моему, даже никогда, да, вот на одной чаше весов не стояли деньги и человеческие отношения. Но не случай, конечно, ТВ. Это настолько алчная, омерзительная личность, у которой действительно деньги она сына родного продаст, она дочь родную продаст, внучка, правнучка единственного, внучек, кого угодно за вот эти вот, знаете, денежные знаки. Этот человек порабощен деньгами, она раб этих денег. И, вы знаете, мне кажется, она крякнет, когда она в гроб с собой эти деньги заберет. Ну, вот, знаете, вдруг на том свете ей пригодится. Ну, и тем временем Надька даже решилась тоже, ребята, поздравлять. Фу, вы знаете, я на нее чем больше смотрю, тем больше мне хочется сказать, не догарка, уже заткни свою пасть и вообще залезь куда-то, забеги, потому что с каждым днем все больше негативных качеств ты к себе притягиваешь. Ребята, у меня в реальной жизни нет ни одного человека, кому бы я испытывала на самом деле столько негатива, как к этой недогарке и как к тому же севке. Вот нереально, наверное, в реальной жизни меня вывести на такую бурю негативных эмоций. И только они способны это сделать. Вот, знаете, действительно провокаторы. Ну, и мамка тем временем, пока Надька расшаркивается, как она типа искренне, понимаете, чего-то там Зине желает. И, кстати, я вообще не понимаю, зачем кому-то что-то ты желаешь, поздравляешь, если ты сама прекрасно понимаешь, что ты в этот момент наступаешь себе на глотку и желаешь это абсолютно неискренне. Вы знаете, я бы вот так в жизни не прогибалась и этого не делала. Я бы просто промолчала, либо сказала, ну да, это максимально, что с меня было бы вытянуть. Но Надька показала здесь, насколько она нечестна. Не то, чтобы со зрителями Зины, даже сама с собой. Ну, и тем временем мама в непонятках, откуда к Зине столько внимания и кто ее еще поздравляет. И здесь Надька мамкина ушкота и накрикивает, что и сам Вэл Зинку поздравил. Поэтому типа и мне пришлось перейти к поздравительной фазе. Ну, и тем временем, когда мама только хотела открыть рот, в тот момент, когда все поздравляют, Надька не забыла мамку щепнуть, что, мол, завали свой хавальник, помалкивай и ничего сейчас не говори. Севка дал команду отмашку поздравлять Зинку и все расшаркиваются и поздравляют. И мамка после щепка, так сказать, сразу дупля отбила, что надо хотя бы говорить ага, ага. Ну, и тем временем Севка так и думал и искал, чем же раздраконить мамку. И здесь придумал, так мамке и говорит, ты хоть позвони Зину, типа поздравь с Днюхой, да, и так далее. И мамка вот хорошо и опять мордяку отвернула. Ну, и вы знаете, как только заходит речь о Зине, Надька в этот момент, мамка вот, да, мордяку кривит, а Надька в этот момент начинает свою мордяку наглаживать, нащупывать, намацывать. Ну, вот точно, как Севка, наверное, пытается скрыть нервный тик. Либо вот так он у нее проявляется. И опять-таки, зачем ты мамку топишь за то, чтобы мамка это делала? Это настолько двулично, это настолько омерзительно. Когда вы ее засирали, после того, как мамка на нее говорила, да, звонить и поздравлять. Ну, это просто зашкварно. Ну, и Севка пытается мамке рассказывать, что не важно, что между вами произошло, но всегда нужно оставаться людьми, позвони и поздравь. Ну, и дальше, ребята, вы знаете, как только Севка вот произносит то, что пишут люди, вот запрещенные для Надькиной психики слова Зина и деньги, и все, начинается, ее бомбит и просто разрывает. И сразу кричит. Самвел, давай все расскажем, ну, давай все расскажем. Надя, а ты каким боком? Ты кто такая? И какое ты имеешь право что-то кому-то рассказывать? Ты всего лишь стала свидетелем какой-то ситуации. Но это не говорит о том, что если ты была свидетелем и присутствовала при какой-то конфликтной ситуации или просто каком-то происшествии, что ты имеешь право открывать свою пасть и кому-то что-то говорить. Конфликт, если произошел, то он произошел между Севкой, между мамкой и между Зином. Каким боком ты чмо позорное к тому, чтобы кого-то разоблачать, в чем-то уличать, обличать? Ты какое имеешь на это право? То есть я понимаю так, что в твоем присутствии всего лишь принесли бабки. В твоем присутствии состоялись некие разговоры за эти бабки. И кто ты такая мразота, что подкрывать свою пасть и кричать, давай расскажем правду. Ты о себе сядь, недогарка, и расскажи, как ты тягалась с женатыми мужиками, за что тебе просто позор и клеймо до конца твоих дней. Ты расскажи, как ты, я не знаю, канистрами и стаканами алкоголь глушишь. Что ты, как ты себя ведешь и как ты потом оскорбляешь людей. Ты за вот это вот все расскажи. Свою подноготную вывали. Вывали, да, как ты не общаешься со своим братом. По каким причинам ты не общаешься со своими племянниками, которые у тебя есть. Ты вот за это расскажи. Расскажи, как ты прибилась и с какой целью к мужику, достаточно молодому, который по факту к тебе сыновья годится и тягалась с торбами. Ты вот это, поведая себе, ты какое имеешь право кого-то разоблачать и за кого-то рассказывать правду. Ты себя начинай в первую очередь. И вы знаете, ребята, как это подло, как это мерзко. Даже если ты что-то знаешь, но тебя никто не уполномачивал, да, стать передастом, каким-то рупором и что-то вещать на просторах Ютуба. Ну и здесь Надька не выдержала и рассказывает, что а чьи деньги по-вашему принесла Зина. Она принесла деньги Олесе Ангеловой. Те, что типа присвоила и оставила себе. Ну вот зачем, да, ребята, я вообще, я не понимаю, зачем это было делать. Я не понимаю, зачем это было рассказывать. И вот в этот момент мама сидит и башкой кивает. И мне интересно, почему же молчит Божий человек Олеся Ангелова, та самая, да, которая себя к Ангелам причислила и себе вот такой псевдоним взяла. Почему же она, да, не на стороне правды, какой-то справедливости и не мочит свои пять копеек. На крайняк она давала деньги и она могла заступиться, она же должна, да, помогать страждущим, слабым, немощным. Так вот, почему она в этой ситуации не заступилась за Зину, не попросила того же Самвела не озвучивать это на Ютубе, на ТикТоке, да, не как-то поддержала пожилого одинокого человека. Нет, Олеся Ангелова почему-то помалкивает. Иначе, откуда лично ты знаешь, какие были договоренности между Олесей Ангеловой и Зиной, и в том числе за эти деньги. И когда ты кричишь за присвоили, ты о себе расскажи, я даже, ну, я не хочу переходить на оскорбление, понимаете, скажу просто чмо. Ты расскажи, как ты бегала по зрителям севки и побиралась, вымаливала, чтобы тебе дали бабки, чтобы у тебя было за что забить ему торбы и привезти жратву на планетную. Ты расскажи, как ты в кредиты влазила, мало того, ты расскажи, как ты же севку за спиной и его манку дерьмом-то и поливала. Ведь очень много зрителей о тебе и блогера в том числе рассказывали на Ютубе, что ты говно отборно, еще то. Но вот понимаете, себя любимую засырать не хочется, а Зину, да, за здрасте, за запросто. И по большому счету не такие это большие деньги. Ребята, я просто, ну, я отказываюсь верить в то, что Зина присвоила бы себе эти деньги. Тем более я обратила внимание, что в комментариях девочки писали, когда пришли эти деньги к Зине, то Коляся очень четко сказал, что половина на маму, а половина Зина лично вам. И вот в этой ситуации стоит все-таки разобраться, что же с этими деньгами пошло не так и кто виноват. Возможно, Зина сразу не принесла эти деньги по той простой причине, что неправильно поняла, да, что я говорила это Олеся Ангелова. Может быть, Коляны слова неправильно восприняла. Но, ребята, настолько это омерзительно. И, ну, я даже не представляю, для Севки эти 15 тысяч это ни о чем. Он мог проморгать и даже не обратить на это внимание. И сказать, действительно, Зина, оставьте их себе и даже не заморачивайтесь. И не вздумайте их маме приносить. Он мог маме сказать о том, что мама не вздумает Зина забирать эти деньги, если она принесет. Со слов мамы, она тысячу платила за уборку каждый раз, когда ей выдраивали квартиру. Сколько раз ей Зина выдраивала квартиру. Можно было, вот, понимаете, просто оплатить Зину как услуги клининга. Но не тут-то было. И мамка топит за то, что да, остаток денег Зина обязана была отдать сразу. И ей так и говорили, что остаток сыну отдай. А Зина, видите ли, ай-яй-яй, не пришла и не отдала. Во-первых, вы не знаете, что у нее произошло. Может быть, действительно, человек попал в больницу, ей нужны были эти деньги. Она ими воспользовалась, потому что они у нее были. Дождалась пенсию, вернула разницу. Взяла, я не знаю, кредит. У кого-то одолжила и принесла вам эти деньги. Она вас не кинула. Она вас не швыронула. Она не отморозилась. Она пришла и принесла в любом случае, пусть с опозданием, даже с ваших слов. Но человек вам эти деньги вернул. И как, ребята, вообще можно вот так ее упрекать и тыкать этими деньгами? И главное, ты че та, которая не последний хер без соли доедает. Ты че та, которая привыкла, что ей бабки дают за просто так. Бо она, видите ли, маму, ты че та, которая зрители, сколько всего сделали добра. Да сделай ты просто красивый, добрый жест, и ты для кого-то это самое добро в ответ. Ребята, я сидела в тихом вахере. Я понимаю, что, вот знаете, вот действительно, не зря говорят, отосинки не родятся апельсинки. Вот понимаете, какая мама, такое же она и выплодила. Вот такое же самое себе подобно, по своему образу и подобию. И получился ее сынок. Ну и в этот момент единственное, что можно дополнить, называется, Зина, еще раз вас с днем рождения поздравила семья Задамянов. Вот это действительно поздравили. Так поздравили. И опять-таки, да, ребята, как можно было это сделать в тот день, когда у человека праздник? Как можно было вначале, да, поздравлять, а потом вот так засрать? И потом опять-таки ее рвать и метать за эти деньги? Ну и как мамка сказала, что вот сколько можно было говорить за эти деньги? Поэтому мы все, да, вот вам правду рассказали, чтобы люди знали. А чтобы люди знали что? То есть что мы узнали о Зине? Вот знаете, как грозилось, что там сенсация. Там такое разоблачение, что мы будем все вахере. Что мы, услышав это, у нас волосы станут дыбом. И мы поймем, какая же ужасная и омерзительная Зина. Но, ребята, вы знаете, что-то, где это разоблачение? Чего-то нет негатива к Зине. Ребята, повторюсь, одно дело, можно было бы, да, что-то за нее говорить, если бы человек эти деньги не вернул. А так, повторюсь, могла у нее сложиться любая ситуация жизненная, что, может быть, действительно она посчитала, что это ей деньги со слов колясика. И человек взял на свои какие-то нужды. И тут, когда ее начали бомбить, да, что верни деньги, она сидит, денег нет. И, возможно, человек ждал, да, каких-то решений финансовых вопросов, чтобы было откуда взять, доложить и вернуть эти самые деньги. Но вам деньги вернули. Так вот, Надька, какая сенсация. Вот сенсация то, что ты бегала по зрителям, побиралась и кричала, что самуэльчику на турбочке дайте, пожалуйста, бабла. И никому ничегошеньки не вернула. Вот это действительно сенсация. И когда ты сама вывалена в дерьме, подобном дерьме, и бегала у всех, клянчила бабки, и пытаешься в этом же вывалить Зину, человеку, человек, который по совести эти деньги вернул и принес, уж тебе-то заткнуть свое хавало, и действительно его уже просто никогда не открывать. Ну и дальше Надька подытожила, что Зиноны никто не брал. Она вернула не свое. Надька, так и ты верни не свое. Ты верни тем людям, которым ты брала деньги, вот ты тоже верни. Ты что не свое взяла? И ты что рассказывала, что самуэльчик очень в торбах нуждается, когда самуэльчик в них не нуждался? Ты вот тоже сейчас зарплату имеешь? Ты возьми там вот этой Лилиной хате, кого-то там еще, не помню, просила деньги. Лилина хата, это блогер, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, ты возьми людям, повозвращай у кого-то и что наклянчила. Че, что только за Зиной-то и следишь. Но тем временем мне хочется сказать, Надька, а ты так не радуйся. Мама в свое время при Зине засирала тебя. При тебе в свое время засирала Марынку. При Марынке тоже засирала тебя. Но поверь, придет то время, когда тебя засрут и вот так по полной. Точно так же вот такой сделают сюрприз, вот такой, да, киндер-сюрприз, как вы подложили свинье Зине в ее праздник. Такую же свинью тебе и подложат, потому что никто бумеранги еще не отменял, в кое ты сама же и так веришь. И, кстати, для меня странно. А ты вот веришь в такие все моменты и нюансы, в эти бумеранги, слово в ненужную минуту. Но почему же ты сама своих вот этих убеждений как-то не придерживаешься? Ребята, то, что произошло, это, знаете, из ряда вон, ну, хуже всего мужик. Мужик, молодой мужик, который вот это все организовал, вот это все заснял, не посчитал нужным этого вырезать. Хотя он мог, да, одним кликом только в программе шмяк и этот кусок весь удалить. И оставить только поздравления от себя, от мамки и от Надьки. И мы бы никогда с вами ничего подобного не узнали и не услышали. Но этот подонок, это ничтожество дождался вот такого момента, да, когда человек обезоружен, когда человек этого не ждет, вот такой подлости, подвоха. И ты начал издалека с вот этих поздравлялочек, раздраконил своих двух вот этих кобыл-кабуч, выдрочил их, так сказать, и сказал этим бешеным псинам слово «фас». И сделал так, что вот эта тайна, которая якобы была тайна, да, за эти деньги, всплыла именно в этот день. И мало того, ты прекрасно понимал, что Зина смотрит твой канал. И ты прекрасно понимал, что человека будет испорчено настроение, да, испорчен весь праздник на несколько дней вперед. И ты знал, что у нее, в отличие от твоей мамы, есть подруги, с которыми она продружила очень много лет, и что они придут ее поздравлять. А настроение просто потеряно, и ощущения праздника нет никакого. И я понимаю, что у Зины никогда не было такого дня рождения, как у нее теперь есть благодаря задамянам. Ребята, знаете, вот ублюдочные люди ублюдочны во всем. Ну, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. Ну, а я пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!